В эфире телеканала Краснодар, программа «Город сегодня» в студии Анна Володина. Здравствуйте! И вот о чем расскажу в этом выпуске. Это уже не чудо, а норма. В Краснодаре вместе с новыми жилыми домами построят еще три детских садика и школу. Все должно быть в гармонии. Впервые в Краснодаре разработаны единые правила для оформления фасадов торговых точек. Наломал дров? Будет отвечать. В поселке Прогресс краснодарец незаконно уничтожил 50 деревьев. Что такое такси везет и как с ним бороться? Суд вновь выступил против того, чтобы сервис такси «Фастен» передавал заказы водителям без лицензии. Запретить компания везет заключать договоры об оказании информационных услуг с лицами, не имеющими соответствующие разрешения, предложили сотрудники прокуратуры. Они выявили факты передачи заказов нелегальным перевозчикам в ходе проверки. А это говорит о том, что службы заказа не следят ни за машинами, ни за водителями и не гарантируют никакой безопасности. Поэтому и цены у них низкие. На каждое транспортное средство, которое оказывает услуги по перевозке пассажиров в багажа легковым такси, выдается соответствующее разрешение. Такси везет, ну, о лидерка, да, позиционирует себя, что они оказывают информационные услуги потребителю. То есть они не являются как бы сами по себе перевозчиками, да. Они принимают заказ и передают его перевозчику. Но, согласно информации на сайте у них и информации, которую они предоставляют потребителям, перевозчиками является либо юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель. Однако, по факту проведенных неоднократных проверок прокуратуры, а также органами внутренних дел, совместно с министерством транспорта, было установлено, что они передают заказы лицам, которые не имеют соответствующего разрешения, то есть они не могут осуществлять данную деятельность. О таксистах-нелегалах мы снимали уже несколько сюжетов. Рассказывали, что служба заказа такси пришла в наш город несколько лет назад, доставив массу неудобств местным перевозчикам. Низкий ценник переманил львиную долю пассажиров. Некоторые водители бросили прежних работодателей в пользу нового сервиса из-за свободного графика работы и высокого заработка. Официальным перевозчикам пришлось снижать цены, насколько это возможно. Но путь, по которому они пошли, гонясь за прибылью, увы, небезопасен для нас с вами, горожан. Где можно проехать с ветерком, а где есть риск остаться без колес и подвески? Это сейчас выясняют активисты Общероссийского народного фронта. Они решили провести дорожную инспекцию в 42 регионах страны. И сегодня активисты УНФ приехали в краевую столицу. По каким дорогам прошлись и проехались народные инспекторы в Краснодаре, знает Николай Новиков. 389 дорожных участков, 175 километров дорог краснодарцы назвали проблемными. За них горожане проголосовали на сайте ОНФ. Хуже всего обстоят дела на улице Сергея Есенина в музыкальном микрорайоне. Но исправить ситуацию пока не получается. Некоторые участки принадлежат городу, некоторые – частникам. Делать ремонт за бюджетные средства нельзя, ведь использование денег из казны не по назначению запрещено законом. Но выход все же есть. 15 числа, 15 апреля будет публичное слушание уже по проекту планировок музыкального по дорогам, где мы выйдем в том числе к людям не только с проекта планировок дорог, но и с вопросом о земельных участках, которые нам нужны будут под изъятие. На сегодняшний день основная задача – это утвердить проект планировки и дальше решить вопросы передачи части земельных участков в муниципальную собственность. Дело в том, что порядка 1 трети протяженности дорог, которые прорисованы в проекте планировки, находятся в частной собственности. Как правило, собственниками являются жильцы многоквартирных жилых домов. В целом эксперты ОНФ оценили изменения в кубанской столице положительно. Главное для местных жителей – не оставаться в стороне и принимать активное участие в благоустройстве города, считают они. Мы были в Краснодаре в 2015 году и в 2017. Мы видим изменения. Центральные улицы и те улицы, за которые проголосовали жители, они, как правило, уже отремонтированы. То есть мы видим хорошую тенденцию. Город преображается. Это очень хорошо. И если раньше мы смотрели на убитые дороги, то сейчас мы уже начинаем обращать внимание на безопасность, на инфраструктуру, на то, как удобно ходить мамам с колясками. Как говорится, мы в начале пути. Есть надежда, что и музыкальный микрорайон в скором времени обязательно преобразится. Когда это случится, сейчас зависит только от местных жителей. Им тоже нужно постараться проявить волю и обязательно прийти на публичные слушания. Николай Новиков, Артем Статюха, телекомпания «Краснодар». От лимонада до крепких напитков. И все отечественного производства. Краснодарский филиал комбината «Очакова» начинает строительство нового цеха. Более того, глава Краснодара Евгений Первышев сегодня лично вручил официальное разрешение на строительство нового производства директору предприятия. С подробностями Юлия Жизневская. Квас, лимонад, минеральная вода и пиво. Всего 9 производственных линий, 650 сотрудников и более полутора миллиардов рублей налогов в бюджет. За два десятка лет Краснодарский филиал комбината стал крупнейшим на юге России производителем напитков и вторым по мощности после Москвы. И предприятие не стоит на месте. В этом году они решили пойти дальше, расширить производство и запустить новую линию. Разрешение на ее строительство глава города вручает лично. Город растет, развивается. И, безусловно, создание новых рабочих мест, оно находится непосредственно под моим патронажем. Я сам курирую все инвестпроекты, предприятие развивается, а продукция ваша пользуется спросом. И поэтому я сегодня вручаю вам разрешение на строительство. На территории завода уже в этом году начнется строительство нового цеха – крепких алкогольных напитков. Его мощность составит порядка 300 тысяч литров в год. Директор предприятия рассказывает, что хоть все оборудование и самое современное – рецептура классическая. Никаких ускорителей и химических добавок. Начинаем с приемки царя, напоминаю. Дробим, смешиваем с водой нашей же, со скважей. В середине процесса кипятим с химелями, только лучшие сорта, получаем сусло, осветляем и охлаждаем для брожения. Используем лечменный солод, пшеничный солод, кукурузу, рис. Все для того, чтобы придать свои вкусовые характеристики и создать вкусы. Например, для приготовления кваса здесь используют уникальную технологию двойного спиртового и молочно-кислого брожения. А каждый сорт пенного напитка варится отдельно. Процесс главного брожения здесь проходит порядка недели, чуть больше. После этого мы сусло-зеленый продукт перекачиваем на дображивание. Там продукт формируется, насыщается естественным моблигистым газом. И дальше мы отдаем его на фильтрацию. После того, как продукт пройдет процесс брожения, он поступает в цех фильтрации, где проходит несколько этапов очистки. Например, здесь он поступает в кизельгуровый фильтр. Кизельгур – это природный материал с морских глубин, который и позволяет сделать напиток свежим. Проделав долгий путь производства длиною в месяц, напиток разливается в бутылки. Ну а потом, конечно же, отправляется на прилавки магазинов. А теперь внимание всем любителям хмельного напитка. Мощность этого предприятия, вы только представьте, почти полмиллиарда литров в год. Боюсь, что если начну переводить это в количество бутылок, не хватит налей. Например, в минуту с этой линии разлива выходит 590 бутылок. Это почти столько же, сколько и патронов у автомата Калашникова. Но в планах предприятия построить еще один завод. Это будут уже не напитки, а продукты здорового питания. Но пока проект находится на стадии исследовательских разработок, какие именно это будут продукты, держится в секрете даже для нас. Юлия Жизневская, Алексей Попов, телекомпания «Краснодар». Краевую полицию возглавил новый руководитель. Генерал-майора Владимира Андреева губернатору сегодня представил заместителя министра внутренних дел России Виталий Шулика. Вениамин Кондратьев отметил, что для курортного региона правопорядок – это не только часть имиджа, но и залог успешного развития всех отраслей экономики. В качестве направлений, которым в первую очередь необходимо уделить внимание, назвали безопасность на дорогах и работу участковых уполномоченных. Я хочу Владимира Владимировича в первую очередь поздравить с назначением на должность, можно сказать, третьего региона в стране. Числено сегодня официально жителей края 5,5 миллионов. В самом деле большой регион. И самое важное – динамично развивающийся регион. И это сегодня важно, потому что экономика, которая сегодня лежит в основе решения не многих, а всех проблем, она ведь состоит из многих составляющих, в том числе общественной безопасности и правопорядок. И сегодня общественная безопасность и правопорядок крайне на высочайшем уровне. Конечно, есть моменты, которые требуют. Я думаю, Владимир Леонидович, максимально углубившись и к проблему, конечно, они есть везде проблемы, привнесет определенные коррективы, которые сделают полицейских, для нас принципиальности не важно, может быть максимально доступнее, что ли, для жителей нашего края. Мы сегодня огромный запрос в обществе на объективность и справедливость. Только его величество закон, который должен быть одинаковым для всех. И тогда, на самом деле, полиция будет той полицией, которая будет вызывать огромное доверие у жителей края и, конечно, у отдыхающих, которые приезжают к нам на отдых. Сегодня это принципиально важно. Вы абсолютно правильно заметили, что полиция является представителем органов госвласти, особыми полномочиями наделена. Владимир Леонидович действительно очень опытный руководитель. Я уверен, что он справится с поставленными задачами. Сегодня нового руководителя кубанской полиции представили личному составу. Владимир Андреев рассказал о дальнейших планах по укреплению правопорядка в регионе. Осознаю высокую ответственность за порученный участок работы. Главное управление примет исчерпывающие меры по дальнейшему укреплению правопорядка, законности и общественной безопасности в регионе. Свою работу главное управление территориальные органы будут строить в тесном взаимодействии с законодательной, исполнительной, судебной властью, надзорными и правоохранительными органами региона, а также, безусловно, с населением нашего региона. У депутатского корпуса и правоохранителей одна общая цель – это благополучие, порядок и спокойствие на кубанской земле. И мы стараемся, каждый в пределах своих полномочий, идти к этой цели. Между нашими органами подписано соглашение о взаимодействии в сфере нормотворческой деятельности и по организационным вопросам. Накоплен опыт совместной работы в создании нормативных правовых актов, направленных на регулирование вопросов охраны общественного порядка и административной ответственности. Генерал-майор Владимир Андреев больше 30 лет служит в правоохранительных органах. Свой профессиональный путь начинал с рядового милиционера. А с 2014 года возглавлял управление Министерства внутренних дел по Тверской области. Школу «Три детсада» построят в Краснодаре в районе улицы 1 Мая. Соцобъекты планируют возвести в границах улиц Кирилла Росинского, Батуринской и Чепигинской. Как рассказали в пресс-службе мэрии, на участке площадью 60 гектаров собираются возводить многоквартирные жилые дома от 8 до 25 этажей. Параллельно с проектированием жилой застройки владелец участка выделит площадки и под соцобъекты. Кроме школ и детских садов он готов отдать первый этаж в одном из многоквартирников под поликлинику. До этого в городе провели публичные слушания, по результатам которых в проект внесли корректировки, а именно увеличили количество мест в социальных учреждениях. Постановление подписал мэр Евгений Первышев. Сейчас существует два механизма возведения соцобъектов на развиваемых территориях. Первый – это застройщик безвозмездно передает участки под школы и детские сады в собственность города. А второй – возводит соцобъекты за свои средства с последующим выкупом зданий муниципалитетам. Правила новые, стандарт единый. Краснодарские магазинчики, турбюро, аптеки и парикмахерские, которые находятся на первых этажах жилых домов, приведут к общему знаменателю. Теперь у пестрых вывесок и заманчивых реклам, которыми бизнесмены стараются привлечь клиента, появится общий гармоничный вид. Но согласитесь, сейчас у нас даже на центральных улицах общественные заведения настолько по-разному оформлены, что в глазах рябит. А в современном городе все должно гармонично сочетаться. Так что решение навести порядок на фасадах торговых точек уже принято в городской администрации. Кстати, принято впервые. И специалисты даже разработали методички по организации входных групп в многоэтажках. В них прописано, какие цвета стоит использовать при оформлении вывесок, какой должна быть лестница, где разместить инженерные конструкции. Есть в новых правилах и запреты. Например, нельзя самовольно взять и изменить внешний вид здания, где находится ваш офис или магазин. Материал обшивки должен сочетаться с фасадом по цвету или фактуре. Для чего все это нужно нам и нашему городу, мы решили узнать у главного архитектора Краснодара Натальи Машталир. Сейчас она с нами на связи. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Анна. Департамент архитектуры и градостроительства разработал методические рекомендации по внешнему виду входных групп в многоквартирных жилых домах по многочисленным просьбам проектировщиков и предпринимателей, которым совершенно непонятно было до настоящего момента, как же правильно выполнить входные группы. Для того, чтобы сделать это правильно, для того, чтобы сразу же получить разрешение департамента архитектуры, нужно делать все по методическим рекомендациям. Они достаточно четкие, конкретные. И если выполнять все именно по ним, можно согласовать входную группу в кратчайшие сроки. Спасибо, Наталья. Хорошо, что в команду мэра пришли такие молодые и смелые профессионалы. И мы действительно скоро увидим, как меняется образ кубанской столицы, становясь более привлекательным, ярким и стильным. Мой коллега Алексей Шулепов решил пойти еще дальше и не ограничился констатацией факта о едином виде новых объектов первоэтажной коммерции. Он предлагает распространить эту идею на уже существующие магазины, офисы, аптеки и салоны красоты. Свои аргументы Алексей выскажет в программе «Внимание Шулепов» сразу после нашего выпуска новостей. Не пропустите. И напоминаю, это город сегодня, события, которые касаются каждого краснодарца. И вот, что расскажу далее. Наломал дров будет отвечать. В поселке Прогресс краснодарец незаконно уничтожил 50 деревьев. Клещ Валера приглашает всех на шашлыки. Что делать, чтобы шутка не стала проблемой для горожан? Праздник братьев и сестер. Краснодарцы поздравляют своих близких в нашем эфире. Это «Город сегодня» и мы продолжаем выпуск. Срубил дерево – ответишь по закону. Краснодарца привлекут к уголовной ответственности за то, что он спилил 12 дубов и 38 ясеней. Разрешение на это в мэрии он не получал. Ущерб составил 9,5 миллионов рублей. Как нам сообщили в пресс-службе мэрии, это случилось в поселке Прогресс. Материалы по данному факту уже в полиции. Глава Краснодара Евгений Первушев поблагодарил бдительных граждан, которые сообщили о незаконной вырубке деревьев в администрацию. Он подчеркнул, нарушителям поблажек не будет. Благодаря поддержке депутатов Законодательного собрания Краснодарского края в краевой закон были внесены важные изменения, которые больше не позволяют бесконтрольно вырубать лесополосы на землях сельхозназначения. Вокруг Краснодара таких территорий достаточно много. И в прошлом году было несколько случаев вырубки лесополос на сельскохозяйственных землях, когда по закону мы не могли на это повлиять. Теперь можем. По каждому подобному случаю будем обязательно принимать меры, обращаться в полицию, привлекать виновных к ответственности и взыскивать ущерб. Напомню, изменения в краевом законе об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае были внесены по предложению городской администрации депутатами ЗСК 11 декабря 2018 года. Теперь на вырубку деревьев необходимо получить порубочный билет. Для этого нужно обратиться в МФЦ. Заявителями являются лица, осуществляющие хозяйственную, ну, либо иную деятельность, для которой требуется вырубка зеленых насаждений. Подача документов в МФЦ несложная. Подается заявление, заполняется. К заявлению прикладывается информация о сроке выполнения работ, банковские реквизиты заявителя. Документ, подтверждающий необходимость производственных работ, требующих вырубку данных зеленых насаждений на определенном земельном участке. Ну вот теперь вы знаете, как спилить дерево, не нарушая законы, чтобы не попасть на штраф. Как краснодарец, о котором мы рассказали, зарубите себе на носу. Если нужно убрать небольшой кустарник в дворе многоэтажки, даже если деревце испорчено или вот-вот упадет, сначала получите порубочный билет, а уж потом беритесь за пилу. Клещ человеку не товарищ. На улице стало тепло, даже можно сказать жарко, и краснодарцы потянулись на прогулки. Город у нас зеленый, цветущий. В парках и скверах уже свободной лавочки не найти. Все чаще можно встретить молодых родителей с малышами и влюбленные парочки. В общем, тех, кто любит проводить время на свежем воздухе. Но в этих приятных моментах есть один неприятный нюанс. Клещи. Они есть и в городе. А наряды горожан не всегда от них готовы защитить. Мы же не заправляем в носки спортивные штаны, выходя в магазин или почту. Как быть, если хочется бродить по аллеям, в весеннем платье или шортах, но так, чтобы клеща не подцепить, узнаем у Анны Григорьевой. Привет, Анечка. Здравствуй, Анна. Вот именно, как же прогуляться по любимому городу после трудового дня или в выходной, или возвращаясь с рынка с покупками, и не подцепить клеща. Сразу скажу, не стоит лишать себя этого удовольствия. Гуляйте на здоровье, но позаботьтесь о своей безопасности. Быть укушенным неприятно и даже опасно. Это скажут вам все, кто хоть раз находил на своем теле маленького вредителя. Но не пугайтесь. Простые меры предосторожности помогут вам, вашим детям и питомцам не стать его жертвой. Для начала, перед тем, как выйти на улицу, даже свою нарядную одежду хорошо бы побрызгать специальными средствами. Они отпугнут клеща, и вы уже не покажетесь ему таким вкусным. Хорошенько обработайте и открыты участки тела – руки, ноги, шею. Вдоволь нагулявшись, мы обычно хотим присесть. Но лучше не делать этого на свежескошенной траве и возле густых зарослей. Клещи боятся прямого солнечного света. Так что советую расположиться на лежаке и не прятаться в тени. И первый загар после зимы получите, и оголодавшие клещи в вашу сторону не посмотрят. Ну и сразу после прогулки осмотрите себя и своих домочадцев. Если покраснений нет, самочувствие нормальное, голова не болит и температура не поднялась, значит порядок. Но если хоть малейшее подозрение на укус есть, не раздумывая, обращайтесь к врачу. Сами вы вряд ли сможете достать клеща полностью. Так что доверьте этот процесс специалисту. Не стоит легкомысленно относиться к этому маленькому кровопийце. Клещевой боролиоз, которым он может заразить человека, ничего хорошего не сулит. Он поражает нервную систему, кожу и сердце. Прививки, кстати, от него нет. Так что лучше поберечься. Несложно ведь сделать все то, о чем я вам только что рассказала. И напоследок не приносите домой букеты сорванных на улице цветов. Красивые бутоны и листья могут стать уютным гнездышком для клещей. А перебравшись в ваше жилище, они тут же найдут кого укусить. Охотиться на людей они будут до поздней осени. Так что постарайтесь наслаждаться солнечными и воздушными ваннами, но без риска для здоровья. Отличный совет, Ань. Мы вот с дочкой часто гуляем в парках и специальный спрей от клещей и других насекомых у нас есть. Правда, надо проверить их срок годности. После зимы спасибо большое, что напомнила. А сейчас, извините, тема не совсем к ужину. Но это жуткая история. Полтора года назад всколыхнувшая всю страну, наконец, близится к финалу. В Краснодаре начались слушания по делу Дмитрия Бакшеева, которое прозвали краснодарским каннибалом. Напомню, в сентябре 2017 года дорожные рабочие нашли телефон, а в нем фото расчлененного женского тела. По подозрению в убийстве, полицейские задержали Дмитрия Бакшеева и его жену Наталью. В их квартире следователи нашли человеческие останки. История моментально обросла слухами. Якобы в квартире нашли фрагменты трех десятков жертв за 19 лет. Консервы с человеческим мясом в холодильнике и кастрюлей холодца. Журналисты Остервенело раскапывали подробности, пока горожане отходили от шока. Однако в суд дело поступило с обвинением только в одном убийстве. 27 февраля свой приговор услышала Наталья Бакшеева. Ее признали виновной в подстрекательстве к убийству и отправили на 10 лет в колонию. Дальнейшая судьба ее супруга сейчас в руках служителей Фемиды. Ему предъявлено обвинение в убийстве женщины и надругательстве над ее телом. Как только суд объявит вердикт, мы обязательно сообщим об этом в эфире. Крутой тачкой от полиции не отмажешься. Скандалистку Катю Бентли суд поместил под домашний арест. Новый поворот истории получила сегодня. 41-летнюю Екатерину Атаеву-Добрешман заметили в сопровождении сотрудников полиции. Напомню, тянется она аж с осени прошлого года, когда свой дорогущий автомобиль светская львица без зазрения совести оставила на пешеходном переходе. Конечно, откровенное неуважение вызвало бурю эмоций в соцсетях. На них женщина отреагировала нецензурно. Позже, правда, извинилась. Но слишком уж много внимания привлекла к себе эта эпатажная особа. И одних извинений за ее проделки мало. За дело взялись сотрудники следственного комитета. Женщину подозревают в угрозе убийством, причинении вреда здоровью в отношении судей, а также в неуважении к суду. Мы продолжаем следить за развитием ситуации и обязательно вам обо всем расскажем. Новое медиапоколение подрастает, а значит, есть с кем поделиться опытом и у кого черпать свежие идеи. В Анапе в эти дни проходит медиафорум молодых журналистов. Раскрыть секреты телевизионного мастерства во Всероссийском детском центре «Смена» позвали и главного редактора нашей телекомпании Анну Тлеуш. Так что сюжет с берега моря смотрите прямо сейчас. Если ты счастлив, делись. А если в твоем багаже колоссальный опыт, тем более нельзя его скрывать. Особенно, когда есть кому передать. Три часа на машине и вот она, встреча с поколением «Игрек». В детском центре «Смена» собрались почти 800 мальчишек и девчонок из 57 регионов страны. Идет пятая образовательная «Смена». В ней четыре направления. По сфере деятельности для нас, конечно, актуален медиафорум будущих журналистов. Активные, талантливые, с горящими глазами, жаждущие новых знаний и явлений себя миру, пытливые умы с интересом слушают лекцию нашего главреда Анны Тлеуш. Мы за то, чтобы новости были разные, а сюжеты разножанровые. Наверное, и вы, наши зрители, это успели заметить. Еще я привезла вам сюжет. Это сюжет расследования, скажем так. Я вам привезла сюжет, который снят достаточно необычным путем, сделан. Он полностью сделан на стендапах. Что такое стендапы, вы знаете? Отлично. Молодежь со всей страны наш контент оценила. Особый интерес вызвала программа «Спецагент ЖКХ» и сюжеты «Бантики». В переводе с журналистского это легкие и позитивные новости, которые идут в конце выпуска. Конечно, не обошлось без вопросов. Несмотря на юный возраст сменовцев, порой они были серьезные, а иногда и неожиданные. Сейчас телевидение переживает такой некий спад. То есть и многие, даже федеральные каналы сейчас убыточные, как-то отражаются на оригинальном телевидении. Как показывает, в принципе, телесмотрение, молодежь перестала приходить к телеку. Да, молодежь сидит в интернете. Вы в интернете все посмотрите. Для этого мы в интернет тоже все выкладываем, для того, чтобы охватить вас хотя бы там. Поколение «Игрик» не выпускает телефоны и планшеты из рук даже во время диалога. Снимают, записывают и постят в соцсети. Оно и понятно, ведь юные медийщики должны быть в тренде – любопытными, проактивными и многозадачными. На форуме они узнают, что такое теле-, фото-, радио- и интернет-журналистика, видеоблогинг, а также создадут проекты современных учебных медиа-центров. Ну а мы, в свою очередь, поможем подрастающей смене словом и делом. Татьяна Троян, телекомпания «Краснодар». Четверка без хвостика. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» победил саратовский автодор в матче Единой лиги, но сыграл на четверку без хвостика. Как это было, смотрите в нашем репортаже из краснодарского баскет-хола. Вторник, вечер. Баскет-холл был заполнен наполовину. Это около трех тысяч зрителей на трибунах. Объяснение низкой посещаемости лежало на поверхности. Рабочий день, вечерние пробки. Не самый сильный соперник клуб из Саратова плетется во второй части таблицы турнира и не метит даже в плей-офф. В общем, никаких интриг. Из минусов еще и отсутствие защитника «Лока» Дмитрия Хвостова. Он получил травму в матче с «Химками» в прошлый понедельник и пропустит около полугода. Это прогнозы врачей. Болельщики им не верят. Из-за этого «Хвостик», как его называют фанаты «Лока», может пропустить чемпионат мира по баскетболу в сентябре этого года. Ему же посвящена и растяжка на трибунах. Всем сердцем за Хвостова. Кажется, за Дмитрия, а не за себя, переживали первые минуты матча и игроки «Лока». Они позволяли сопернику развлекаться на паркете. Нам потребовалось время в начале матча, чтобы понять, что вообще происходит на паркете. Я должен отдать должное «Автодору», очень уверенно. Если в матче с «Химками» нам не хватило бойцовского духа в последние минуты матча, то сегодня он был на нужном уровне. Отвечал за вольности бывший тренер «Лока» Евгений Пашутин, возможно, лучший тренер железнодорожников в новом веке. С ним Краснодарский клуб завоевывал Еврокубок и становился серебряным призером Единой лиги. Сейчас он возглавляет «Автодор», но любит возвращаться на Кубань. Привил эту любовь он и болельщикам своей команды. Вместе с клубом они прилетели на игру из Саратова и пару раз даже заглушали трибуны баскетхола. Однако стоило «Лока» включить всю мощь, как гости замерли. Во второй половине уже казалось, что на площадке осталась одна команда – «Хозяев». Вместе с болельщиками затих «Автодор», а «Локомотив» вспомнил о претензиях на победу в Единой лиге. Точные броски Дмитрия Кулагина и Дарелла Райта принесли железнодорожникам победу, а «Автодору» – слова похвалы от главного тренера. К сожалению, это психология, и будем над этим работать. Но сам факт, я все время говорю, по-английски это «Killing instinct» и «sting победителя». Когда надо, ты берешь на себя ответственность. А так можно весь матч хорошо играть, а когда надо, начинается переклада ответственности. Вот в этом и заключается очень хороший игрок. Или просто хороший игрок. «Локомотив» Кубань завершил сезон домашних игр в регулярном чемпионате тяжелой победой. Как говорится, на четверку. Что не помешало железнодорожникам закрепиться на четвертой позиции в Единой лиге. В следующем матче краснодарская команда встретится с «Астаной» в гостях. В случае победы «Лока» гарантирует себе преимущество домашней площадки в рамде плей-офф. Его старт намечен уже на следующий месяц. Брат ты мне или не брат, рад ты мне или не рад. Сегодня во многих странах мира отмечается День брата и сестры. Ведь именно они самые близкие наши родственники, наши лучшие друзья и самые верные люди. И с ними мы делим большую часть нашей жизни. И сегодняшний праздник – отличный повод их поздравить. У меня есть замечательная сестра. Она на 15 лет старше меня. Работает в Московском институте полиомиелита в первом звене, которое заботится о здоровье нашей всей России. Всем братство и сестринство в этом мире. Есть у меня двое братьев еще. Я знаю, что сегодня праздник, День братьев и сестер. Я поэтому с утра их уже поздравил. Есть сестра, зовут Людмила, живет в Воронеже. Она очень хорошая, замечательная. Я ее очень люблю. Я самая старшая сестер и в моей семье их штук 7 братьев. Я одна девочка, я одна старшая. И они мои защитники, я их очень люблю. Даю привет, я очень скучаю, я очень хочу к вам. Самые лучшие мои братья и сестры. Что еще можно добавить? Люблю, ценю, уважаю. Также они тоже ко мне относятся, тоже любят и ценят, уважают. У меня есть младшая сестра. Она учится в третьем классе, занимается легкой атлетикой. Сейчас она находится в другом городе, поэтому знаю о ее жизни очень мало. Так очень скучаю. Передаю привет своей младшей сестренке. Всех поздравляю с праздником. Думаю, вы согласитесь, что братья и сестры – это очень важная часть нашей жизни. И мы должны их ценить, защищать и любить. Ведь ни с кем не может быть таких близких и искренних отношений. Поэтому не забывайте об этом. И обязательно поздравьте своих родных. Мои, к сожалению, живут далеко от Краснодара. Но я все равно хочу воспользоваться моментом и передать им привет. Леша, Женя, Дима – вы самые лучшие братья. Ну что ж, надеюсь, настроение, несмотря на погоду у вас, отличное. Тем более, сегодня уже среда. Это, как известно, маленькая пятница. Напомню, к этой минуте мы рассказали только малую часть новостей. Остальные есть на нашем сайте и в наших аккаунтах в социальных сетях. В Одноклассниках, ВКонтакте, в Телеграме, в Фейсбуке, особенно в Инстаграме. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин